книга открытым оком том 25 тема вера вопрос 3737 как вы относитесь к числу 13 почему многие боятся или не любят это число отвечает игнатий тихонович лапкин суеверия основанная на ожидании несчастья объяснение дают такое что в латинском языке слово смерть морс начинается с буквы м а это буква в алфавите стоит на 13 месте 1 коринфянам 15 с 53 по 55 стихи ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертие когда же тленное сие облечется в нетлении и смертное сие облечется в бессмертие тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победую смерть где твою жало ад где твоя победа псалом 17 5 стих объявляя муки смертные и потоки беззакония устрашили меня евреям 2 15 избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству сирахов 41 2 мысль об ожидаемом и день смерти производит в них размышления и страх сердца сирахов 41 5 у всякого досада и ревность и смущение и беспокойство и страх смерти и негодование и распря и во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его суеверия достигает такой степени что отменяет счет с цифрой 13 пропускают такой номер в этажности в номере квартиры во-первых от цифры это ничего не зависит а во-вторых смерть в любом случае никого из живущих не минует 1 маковейская 7 43 и 49 стихи и вступили ска сражение в тринадцатый день месяца адара и разбито было войско никонора и он первый пал в сражении и установили ежегодно праздновать этот день 13 числа адара бытие 1725 и моил сын его был 13 лет когда была обрезана крайняя плоть его 3 царство 7 1 а свой дом соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой книга и сфере 9 17 это было в тринадцатый день месяца адара над елеонскую горою царила полночь все кругом объято было мирным сном и безмятежной тишиною саду гефсиманском стоял он один предсмертную мука мукой томимый отцу всеблагому в тоске нестерпимой молился страдающий сын когда то возможно пусть очень минует мячаше сия однако да сбудется воля твоя и шел он к апостолам с думы тревожной но скованной тяжкой дремой апостолы спали по тенью оливы и тихо сказал он им как не могли вы единого часа по дети со мной молитесь плоть немощно ваша и шел он молиться опять но если не может меня миновать не пить чтобы ее это чаша пусть будет как хочешь ты отче и вновь объял его ужас смертельный и под его капал на землю как кровь и ждал он в тоске беспредельной и снова к апостолам он подходил но спали апостолы сном непробудным и те же слова он отцу говорил и пал на лицо и скорбел и тужил смущаясь в паренье трудно о если б я мог саду гефсиманском явиться с мольбами и видеть следы от божественных рук и жгучими плакать слезами о если б я мог упасть на холодный песок и землю лапзать ту святую где так одиноко страдала любовь где пот от лица его падал как кровь где чашу он ждал роковую о если б в ту ночь кто-нибудь ту страшную ночь искупления страдальцу в изнувшую грудь влел слово одно утешение но было все тихо во мраке ночном и спали апостолы тягостным сном забыв что грозит им невзгода и в сад гефсиманский с дрикольем с мечом влеком иудой входили тайком мятежные сонма народа алексей николаевич опухтин